Взрыв в Кабуле. Погибли более 60 человек. Ранены сотни. Ответственность взял на себя ИГИЛ. День траура в Баварии. Кем был стрелок, убивший 9 человек? Полиция составила детальный портрет. Кризис в Армении неожиданно разрешился. Заложников в полицейском участке отпустили. Москву затопило из-за мощнейших ливней. Десятки машин просто брошены на улицы. Теракт в центре Кабула. Погибли по меньшей мере 70 человек. Больше 200 получили ранения. Взрыв произошел в месте скопления участников акции движения шиитского этнического меньшинства «Хазарейцев». Многие пострадавшие были доставлены в тяжелом состоянии в ближайшие больницы. По свидетельствам очевидцев, к демонстрантам подъехал начиненный взрывчаткой автомобиль с террористом-смертником за рулем. Ответственность за теракт уже взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». По некоторым данным, прогремели три взрыва, один из которых совершила женщина-смертник. Хазарейцы проводили акцию протеста против многомиллионного проекта по строительству высоковольтной линии электропередач из Туркменистана в Кабул. Они требовали, чтобы линии проложили через территорию их провинции – Бамиян и Вардак. Президент Афганистана Ашраф Гани в обращении к гражданам выразил соболезнование в связи с трагическим инцидентом. «Мирный протест является правом каждого гражданина, но террористы проникли в толпу и напали, убив и ранив ряд граждан», – сказал он. Шииты-хазарейцы составляют третью по величине группу в Афганистане. Они живут в основном в центре страны и жалуются на постоянную дискриминацию, особенно во время правления талибов в конце 90-х годов, когда многие хазарейцы бежали в Пакистан, Иран и Таджикистан. Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила соболезнования родным и близким погибших в Мюнхене, а также поблагодарила полицию Баварии за профессионализм, а мюнхенцев – за солидарность. Об этом она заявила после экстренного заседания кабинета по вопросам безопасности, в котором приняли участие главы ключевых министерств и силовики. Ангела Меркель пообещала, что правительство не успокоится, пока не доведет расследование до конца, но добавила, что готовы обеспечить безопасность каждого немца. Дамы и господа, мы узнаем, что именно скрывается за преступлением в Мюнхене. Мы не успокоимся, пока у нас не будет точной информации о том, как радикализировался нападавший в Вюрцбурге. Государства и службы безопасности будут продолжать делать все, чтобы защитить безопасность и свободу всех людей в Германии. Спасибо. Премьер-министр Баварии Хорзий Хофер на экстренном заседании земельного правительства заявил, что нападение в торговом центре Мюнхена было тяжелым ударом для региона. Он также выразил соболезнования родственникам погибших. Конечно, баварцы обеспокоены. Многие боятся, потому что жертвами насилия стали невинные беспомощные люди. Но мы не можем допустить, чтобы неуверенность и страх вошли в нашу жизнь. Мы должны продолжать жить в соответствии с нашими ценностями. Мы должны сделать все возможное, чтобы защитить нашу свободу. Хорзий Хофер назначил на 31 июля траурную церемонию в память о погибших в Мюнхене. Городские власти отменили все массовые мероприятия в городе. Нападавший в Мюнхене не имеет отношения к террористам. По данным полиции, 18-летний немец иранского происхождения был психически болен. Собирал газетные материалы о нападениях со стрельбой, не имел проблем с полицией и, по словам соседей, был хорошим тихим парнем. Во-первых, данные следствия говорят о том, что нападавший действовал в одиночку. У него не было соучастников, и он сам себя убил. Нет также никакой связи между нападавшим и темой беженцев. Ему было 18 лет, он родился и вырос в Мюнхене. При обыске мы не нашли никаких связей с террористическими группами, в частности с исламским государством. Было обнаружено много литературы по стрельбе. Похоже, злоумышленник очень увлекался этой темой. Полиция пока что не может допросить родителей стрелка из-за их психологического состояния. Но, вероятнее всего, нападавший действовал в одиночку под влиянием психического заболевания, считают в прокуратуре. Есть непроверенная информация о том, что нападавший лечился от психиатрического заболевания. Речь идет о болезненной депрессии. Сейчас мы это проверяем. Полиция предполагает, что на нападавшего оказал сильное эмоциональное воздействие поступок норвежца Андерса Брейвика, который ровно пять лет назад, 22 июля, убил в Осло 77 человек. Известно также, что мюнхенский стрелок планировал свое преступление. У нас есть предварительные данные о том, что преступник взломал чужой аккаунт в сети Facebook и пригласил всех желающих прийти в ресторан быстрого питания, обещая акции по раздачу бесплатного угощения. Неизвестно, совпадение ли это или злой умысел преступника, но большинство жертв стрельбы в Мюнхене несовершеннолетние. Двоим погибшим было 15 лет, еще троим 14, одному 17, одному 19, одному 20 и одному погибшему 45 лет, сказал глава полиции города Хуберту Сандре. Как выяснилось, при себе у нападавшего был незаконно приобретенный пистолет-глок со стертым серийным номером и 300 патрона в рюкзаке. Вскрытие показало, что нападавший покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову. Полиции также пришлось объяснять, что движение в Мюнхене в пятницу вечером остановили из-за большого количества сообщений о стрельбе в разных частях города. Ни одно из этих сообщений не подтвердилось. Полиции предупредили о юридической ответственности за распространение неправдивой информации. Сейчас в торговом центре Олимпия продолжают работать спецслужбы. В то же время полиция уверяет, что в Мюнхене сейчас безопасно и нет никаких причин отменять запланированные массовые мероприятия в городе. Вооруженная группа, захватившая здание полка патрульно-постовой службы в Ереване, освободила последних двух заложников. Группа освободила заместителя главы полиции Армении, генерал-майора Вартана Егеазаряна и замначальника полиции Еревана полковника Валерия Осипяна, говорится в официальном сообщении службы безопасности Армении. С утра после переговоров с властями члены группы уже освободили двух рядовых полицейских. Они сказали, что выпустят оставшихся после того, как в здании полицейского участка откроют пресс-центр. По словам захватчиков, они договорились об этом во время переговоров с представителями службы национальной безопасности. Основным условием группировки стало обеспечение властями свободного доступа к СМИ. Напомним, в минувшее воскресенье группа вооруженных людей захватила здание ППС и удерживала находящихся там людей. Во время захвата здания один полицейский погиб, еще шесть человек, в том числе пятеро сотрудников полиции, получили ранения. Группировка вплоть до субботы держала в заложниках четверых полицейских, требуя освободить из-под ареста участника Карабахского конфликта и оппозиционера Жирайра Сефеляна, которого обвиняют в незаконном приобретении и хранении оружия. Также участники вооруженного захвата отделения полиции требовали немедленной отставки президента Армении Сержа Сарксяна, которого они обвиняют в финансовом и политическом кризисе в стране. Путин создает спецкомиссию для борьбы с допингом. Российский президент призвал к тесному сотрудничеству с Международным Олимпийским комитетом и другими глобальными спортивными организациями и предложил создать комиссию для борьбы с допингом с привлечением иностранных специалистов. Официальная позиция российских властей и правительства и президента всех нас заключается в том, что в спорте нет и не может быть места никакому допингу. В этой связи считаю целесообразным обратиться с предложением к Олимпийскому комитету России создать независимую, хочу подчеркнуть, именно независимую общественную комиссию. В состав комиссии, по мнению президента России, могут входить кроме российских специалистов и зарубежные эксперты в области медицины, юриспруденции, авторитетные общественные и спортивные деятели и специалисты. А возглавить ее, по словам Путина, должен человек с безупречной репутацией, пользующийся доверием и уважением Олимпийской семьи. Напомним, ранее спортивный арбитражный суд оставил в силе запрет на участие российских легкоатлетов в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Пропустить соревнования могут все спортсмены из Российской Федерации, в случае, если МОК вынесет решение о тотальном отстранении всей сборной, прислушавшись к рекомендациям Всемирного антидопингового агентства. На Москву обрушились сильнейшие за последние 20 лет дожди. После обильных ливней улицы российской столицы оказались полностью затоплены. В центре города уровень осадков достиг 38 мм на метеостанции ВДНХ-18. Больше всего от ливней пострадал транспорт. В результате ливней центр Москвы был практически парализован. Машины передвигались по капот в воде. Затопленными оказались Тверская и Большая Никитская. Также водой завело Арбатский тоннель. Четыре полосы в Рязанском переулке под железнодорожным мостом полностью покрыты водой. В воде заглохли двигатели десятков автомобилей. Транспортные средства просто бросали посреди улицы частично погруженную воду. Ливень также подтопил станцию Новогиреево-Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена. Синоптики утверждают, что это сильнейшие ливни за последние 20 лет. Улучшение погоды обещают уже в ближайшее время. Будьте в курсе событий. Все новости Германии, Европы и мира на сайте Нового Времени. m-c.tv и на наших страницах в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин